Всем привет, вы на канале издательства Росмен, меня зовут Нина и это влог с книжной ярмарки нонфикшн, главного мероприятия 2021, еще пока первого года. Что ждать в этом видео? Вы увидите многих наших авторов, посмотрите, как происходит автограф-сессии, если вам не посчастливилось здесь побывать с нами. Что конкретно? Глеб Кощеев приезжал к нам на эту ярмарку, Татьяна Мустрюкова также была здесь и авторы серии Ноктамбула Герман и Тамара Рыльски. А еще у нас новинка, пойдемте-ка со мной. Это новая книга Лены Обуховой, которая теперь выходит в нашем издательстве. Хозяйка старого дома. Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на книжной ярмарке Нонфикшн. Мы находимся на стенде издательства Росмен и мы это Герман и Тамара Рыльски, авторы цикла Ноктамбула. И мы хотим вам немного рассказать о второй книге. Сегодня была презентация. Что можно про нее сказать, чтобы не было слишком много спойлеров? Ну, во-первых, то, что многие персонажи из первой части вернутся во вторую. Это полюбившиеся персонажи, которые вроде бы, по идее, остались в тех историях, которые вы могли, в тех снах, которые вы могли прочитать в первой книге. Но, тем не менее, все они практически, все главные персонажи вернутся во вторую часть. И таким образом мы как бы почистим те хвостики, которые якобы возникли при прочтении первой книги. Когда казалось, ну как же, а к чему все это идет? Чем-то все закончится. Закончится. И закончится ли? Отлично, отлично. Несмотря на то, что у меня здесь петличка, я бегу, я бегу, поскольку я в первую очередь читатель, я быстрее, вот я вижу, вот там вот авторы, вот там авторы, и вон там он авторы, и я бегу у них брать автографы. Чао! Но в этой части есть свой главный злодей. И даже внимательный читатель может увидеть его на обложке. Да, если вы помните, в первой книге на иллюстрациях, на обложке у нас были представлены четыре локации, четыре сна, по которым проходит главная героиня, тайна. Во второй книге снов больше. Конечно же, они не могли все поместиться на обложку, но одни из важных мест действия, где довелось побывать главным героем, да, они все-таки попали на обложку. И вот здесь, внизу, на нижней иллюстрации, мы видим некое существо, раскрывшее, распахнувшее свои страшные крылья. Дадим намек, этого персонажа зовут злой человек на крыльях. Какой это намек, вообще-то об этом, так называется, глава, собственно, сон. Мало того, кто читал первую книгу, может вспомнить, что этот персонаж упоминался уже в одном из сюжетов. Конечно, у нас ничего просто так не бывает. Ведь так. Но мы так считаем. Мы так надеемся. И тут я подхожу на самом главном, на фразе «С возрастом начинаешь ценить». Да, да, да. Так, так, так. Добрый день. Меня зовут Глеб Кащеев, автор романа «Лабрис». Сейчас я нахожусь на выставке «Нонфикшн» на самом ярком и самом солнечном стенде на всей выставке. Стенде компании «Росмен». Вообще, хочу сказать, что выставка очень насыщенная, здесь потрясающее количество стендов. Я, наверное, не дотащу домой ту сопку книг, которую купил себе и по просьбе дочери для нее. Поэтому приходите, рекомендую. Очень потрясающая выставка и самый главный, самый яркий, самый солнечный стенд для «Росмена». Те, кто прочитал первую часть, были не огорчены, скажем так, а чуть-чуть, возможно, где-то разносадованы. Как так? Повисло на самом интересном месте. Нам это, скажем так, ставили несколько в вину. Как вы могли так поступить? Сколько теперь времени ждать, чтобы узнать продолжение истории тайны? Да, действительно, в первой книге было больше вопросов, чем ответов. Это правда. Пружина только закручивалась. Мы ее всеми силами закручивали с Тамарой. Во втором, во второй части, эта пружина сработает и приведет в действие тот самый механизм, который мы строили с самого начала. И во второй части вы узнаете, как же завершилась или не завершилась, скажем так, дошла до логического финала, история тайны и к чему вообще были эти ее хаотичные перемещения, кто же такие ее эти злодеи, кто такой, например, кукловод. Вот к чему были отсылки на Алису в стране чудес. Это тоже то, что у нас часто спрашивают наши читатели. Причем здесь Алиса в стране чудес? Причем здесь эти аллюзии, они просто тайны, создания атмосферы или нет? Обо всем этом вы узнаете во второй части. И я надеюсь, это будет интересно. И музыка для нас это наша громая непосредственная деятельность, чтобы мы учились. И, конечно, это не может быть не менее. Мы можем сходить от жизни. Мы можем сходить от жизни. Мы можем сходить от жизни. Я считаю, что тема Алисы, она только наметилась первой теме в первой книге, но во второй книге эта тема раскрылась полностью. Для нас Алиса, атмосфера Алисы, мифология Кэрола очень важна. И, прочитав эту книгу, вы поймете, почему, ну, недаром некоторые читатели называют тайну нашу героиню современной Алисой. Возможно, в этом что-то есть. Короче говоря, приятного чтения. Мы надеемся, что вам эта книга придется по душе. Пока. Счастливо. 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 Счастливо.